Запись на прием к врачу через интернет, электронная регистратура, электронная медицинская карта, смс-уведомления. Это все примеры информатизации медицины. Широкое внедрение информационных технологий в здравоохранение идет уже несколько лет. О том, чего удалось достичь и что еще предстоит сделать в России и в Чувашии, в частности, в следующем материале. Заполненные известным врачебным почерком бумажные медкарты заменяют электронные документы. Создается единая база данных. К примеру, врач одной больницы может посмотреть анализы пациента, который он сдавал в другой. По идее, все очень удобно. Прогресс, то есть информатизация, налицо. Однако в жизни все не так просто. Медицинские работники отмечают, что система часто, что называется, зависает. А это означает, что работа встает. Системных администраторов, которые обслуживают компьютеры, и системы в больницах не хватает. Врачи в возрасте, а таких в республике немало, с компьютерами вообще на «вы». Впрочем, все это говорит не о том, что пора сворачивать программу. Наоборот, развивать и исправлять недоработки. Информатизация – инструмент улучшения качества работы медицинского учреждения. Так называется семинар, который сейчас проходит в Чувашии. Занятия проводят главные внештатные специалисты на здравоохранение. С одной стороны, осуществляется ревизия и наработка медицинских справочников. Создаются регламенты их введения. Я говорю о федеральных справочниках. Разрабатывается интегрированная электронная медицинская карта. То есть, тот ресурс, где будет скапливаться вся основная информация о пациенте, который обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, где бы пациент не находился, к какому бы врачу он не пришел. Конечно, уровни московских и питерских больниц, где в единую базу уже возможно вносить даже, к примеру, рентгеновские снимки, наши учреждения здравоохранения пока не достигли. Однако Чуваша входит в 15 лучших регионов в плане информатизации медицины. У нас в каждой центральной районной больнице, более того, в каждом отделении общей врачебной практики, который стоит отдельно от центральной районной больницы, работает электронная медицинская карта. Понятно, что она разная. Понятно, что в каждой медицинской организации есть ее специфика. Где-то медицинские работники лучше общаются с информационной системой, где-то хуже. Важна также эффективность каналов связи. Но Чувашская республика, как вы знаете, заняла достойное место в проекте региональных информационных систем. Так на федеральном уровне отметили проект Чувашии по учету лекарства и обеспеченностью ими граждан. Впереди еще много новшеств, которые предстоит внедрить. Однако сейчас важно сделать упор на повышение качества того, что уже внедрено. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика.